Дайте дорогу кировской древесине, об этом просят местные производители. Экспорт сократился из-за ограничений на транзит лесопродукции через Казахстан. И это решение не соседнего государства, а постановление федерального уровня. А еще производители вязких мехов сегодня нуждаются в поддержке. С этой целью решили объединиться, чтобы спасти отрасль. О том, как сохранить традиционное для региона хозяйство, поговорим в этом выпуске. Подведем итоги уходящей недели. В Кировской области новую полномоченный по правам предпринимателей на неделю на эту должность депутаты регионального парламента единогласно утвердили Андрея Вавилова. Его кандидатуру предложили в Вятской торгово-промышленной палате. У бизнесменов долго не было защитника прав. Решение своевременное, отметил зампред правительства Михаил Сандалов. Выбирали бизнес-омбудсмена в несколько этапов. На этот пост претендовала также директор агентства недвижимости Екатерина Решкович. Еще в октябре прошло публичное обсуждение кандидатур. По итогам слушаний на пост бизнес-омбудсмена был выбран Вавилов. К слову, ранее он являлся председателем Кировского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». В одну и ту же реку Вавилов входит уже дважды. Ранее занимал этот пост. Мы, конечно, первым делом пригласили господина уполномоченного по правам предпринимательства в нашу студию. Вот как он прокомментировал, зачем ему все это нужно. Я сам предприниматель, и тот опыт, который был раньше, это взаимодействие с чиновниками, считаю, что сегодня он востребованный как никогда. Именно сегодня надо помогать бизнесу еще больше, чем раньше. Если раньше мы помогали развиваться бизнесом, сейчас его надо сохранять и объединять. Объединять надо усилия всех, кто может сегодня работать, кто может развивать экономику региональную в том числе. И все государственные контрольно-надзорные органы сегодня настроены на профилактику, а не на наказывание предпринимательства именно на помощь. Судя по всему, работы у Вавилова в ближайшее время будет много. По данным российских различных опросов, больше половины предпринимателей сейчас испытывают стресс. В общем-то, когда было по-другому, но сейчас именно ключевым фактором является состояние неопределенности. Ну а что происходит в Кировской области, возьмем для примера две крупные традиционные для нашего региона отрасли, лес и меха, достояние вязкого края. Но если присмотреться, выходит, что чем богаты, на том пока заработать не очень получается. Кировские производители меховых изделий уже давно жаловались на проблемы с реализацией. Спрос упал, в том числе из-за перенасыщения рынка дешевым товаром из Китая и Турции. Проблемы с сырьем возникали. А еще обязательная маркировка продукции усложнила жизнь производителям. Пандемия, кстати, тоже обвалила рынок. А из-за санкций сейчас возник дефицит сырья. А многое ввозили из Дании, Канады и так далее. На этой неделе в Вятской торгово-промышленной палате заявили, что после долгого перерыва возобновила работу гильдия меховщиков Кировской области. Гильдия создавалась еще в 2009 году, чтобы спасти отрасль. Сейчас меховщики региона объединились вновь. Реально ли спасти производителей с учетом новых трендов, эко-движений, в конце концов, санкций? Об этом моя коллега Елена Шарыгина говорила с председателем гильдии Александром Ершовым. Александр Евгеньевич, расскажите, для чего вновь создается гильдия производителей меховых изделий? В чем заключается ее суть? Неужели вместе проще бороться с проблемами? Да, вместе проще. Что такое гильдия? Гильдия – это союз предприятий и предпринимателей, которые работают в одной отрасли. Проблем много, проблемы накопились. И собравшись вместе, собрав все проблемы в один большой комок, их проще донести. В последнее время вся ваша отрасль находится в состоянии стресса. Это и пандемия, и введение обязательных маркировок, и многое другое. Расскажите, как удается удержаться? Это большой объем работы, который не должен останавливаться. Сейчас нет большой задачи в развитии. Сейчас, в данный момент, развитие – это хотя бы сохранение того, что есть. Маркировки, пандемия, конечно, но мы находимся в равных условиях в этой ситуации с другими отраслями бизнеса. Единственное, что, может быть, нас немножко отличает, что наша продукция, конечно, не является товаром первой необходимости. В этом есть большая сложность. Как стимулировать покупательский спрос? Ну, стараемся, работаем. Все-таки у нас большая, в том числе, и социальная ответственность, потому что наша отрасль являлась всегда, и мы стараемся сохранить ее. Все-таки визитной карточкой Кировской области. Сделаем все возможное для того, чтобы так оставалось в прежде. А санкции давят на деятельность? Насколько известно мне, какую-то часть материала завозили из-за рубежа. Определенное влияние, конечно, санкции оказывают. Но это больше по расходным материалам, что-то, да, помеху. Но очень много стран, которые не поддерживают санкционную политику в отношении Российской Федерации. Очень много осталось зверохозяйств на территории Российской Федерации. Что-то меняется, на место одних сразу же приходят другие. Я бы не сказал, что санкции очень сильно отразились на нас. Скорее, санкции отразились именно на покупательском спросе, то есть на общей нервозности людей, которые сейчас откладывают покупки меховых изделий, так сказать, до лучших времен. Вы говорили о том, что стараетесь сейчас всеми силами сохранить отрасль. А что будет, если эта отрасль будет потеряна? Чем это чревато для всего региона? Возможно, каких-то больших экономических последствий для региона это не будет. Конечно, это будут и потерянные рабочие места. И, в принципе, производство меховых изделий в таком случае, оно уйдет как-то в историю. То есть полностью заменят какие-то импортные производители Азии, Восток. И как ремесло, наверное, исчезнет просто вятский мех. Кстати, сегодня в Кировской области около полусотни компаний, которые занимаются продажей меховых изделий. У 50% из них свое производство. С точки зрения малого и среднего предпринимательства, это достаточно крепкая отрасль, считают Вятской ТПП. Так поможет ли им вновь созданная гильдия остаться хотя бы на плаву? Об этом поговорим с председателем Вятской ТПП. На связи Андрей Усенко. Андрей Леонидович, как вы считаете, достаточно ли большие сейчас проблемы у вятских меховщиков? Вы знаете, мы действительно инициировали, скажем, перезапуск гильдии меховщиков при торгово-промышленной палате. Связано это с тем, что, наверное, в каждом бизнесе есть определенная цикличность. И был период, когда меховая отрасль у нас в регионе была на подъеме. Мы до сих пор помним этот девиз «Святка столицы меха». И большое количество компаний, большое количество производителей было. Потом конкурентная среда привела к тому, что достаточно активно развивались предприятия в других регионах. Вот это выделялось не очень большое внимание, но плюс не будем все-таки забывать естественные достаточно процессы экономические, снижение доходов потребителей, появление трендов на экологичность, так назовем это, да, привели к тому, что, ну, собственно говоря, отрасль перестала быть, прям, там, лидирующей в регионе, а последующие события, связанные с введением маркировки, с невозможностью использования единого налога, примененный доход и НВД привели к тому, что отрасль у нас в регионе получила, ну, достаточно сложные условия для ведения своей деятельности, даже для существования. Это были высокие налоги, там, определенный период отсутствия взаимодействия с органами власти. Конечно, в этом отчасти есть беда и самой отрасли. Отсутствие того сообщества, которое мы сейчас возрождаем, как раз привело к тому, что диалога с властью не было. Все это очень грустно, но можно ли как-то помочь этой отрасли? Нам удалось в процессе взаимодействия с правительством осенью этого года проголосовать установление для производственных предприятий, для торговых предприятий меховой отрасли налоговых ставок на том уровне, который, собственно говоря, касается практически всех, то есть 3%. Для наших меховщиков это стало хорошим показателем того, что органы власти все-таки обратили внимание на отрасли, готовы с ней работать, готовы у нее откладываться. Губернатор, мы с ним разговаривали по этому поводу и на ряде мероприятий, говорил о том, что должны использовать отличительные особенности региона. И в этом смысле, ну, пятка меховая столица России до сих пор в других регионах еще звучит так же, как пятка автоматы и все остальное. Поэтому это та сфера, в которой мы можем себя продвигать и позиционировать, что, собственно говоря, и станет основной задачей гильдии меховщиков. Взаимодействие с органами власти и развитие отрасли. Ну а теперь о том, с чего начинали, поговорим о проблемах отрасли другой, также традиционной для региона лесопереработки. На неделе в Управлении Рослихознадзора отчитались с начала года из Кировской области в Китай экспортировали более 115 тысяч кубометров лесопродукции. В прошлом году, с учетом экспорта в Казахстан и Азербайджан, вывезли почти 900 тысяч кубометров. Вот и по всей стране фиксируют сейчас 10-процентный спад экспорта древесины. Виной всему, конечно, санкции. Пришлось переориентировать экспорт в страны Азии. Вот как ситуацию описывали на предприятиях еще этим летом. Итальянский объем туда перешел, голландский объем тоже перешел туда, египетский объем, все на Китай. Потому что других пока потребителей у нас нет. Еще немного реализуем в Узбекистан. Да, производители лесопродукции в итоге развернулись на восток. Но даже если спрос на нашу древесину и пиломатериал в том же Китае есть, увезти ее туда не так просто. Ранее производители жаловались на то, что не удается договориться с РЖД, не дают вагонов. И сейчас появился еще один препон. Отправить на экспорт продукцию автотранспортом, транзитом через Казахстан тоже проблематично. Точнее, на данный момент невозможно. Об этом также рассказал председатель Вязской ТПП Андрей Усенко. По этой главной отрасли, к сожалению, вынужден сказать, что ситуация ухудшается. Она в чем-то улучшается, но глобально ухудшается. Ухудшение связано с ограничениями по рынкам сбыта. Это те факторы, на которые нам очень сложно влиять. Если внутри региона мы сейчас с новой командой правительства ведем диалог, ведем работу по расширению доступа к ресурсам, то есть, чтобы лесники получали больше нашего железа, наших лесосики, ресурсов, то, к сожалению, на уровне федеральном принимаются решения, которые ограничивают сбыт. И мы сейчас, буквально сейчас ведется работа по поводу того, что правительство запретило вывоз автотранспорта, например, леса в Белоруссию, в Казахстан, ограничен транзит через страны ЕАЭС, то есть, через единого подружества таможенного сообщества. Мы сейчас уже на федеральном уровне с этим вышли. Вчера была встреча с нашим сенатором Вячеславом Степановичем Кимченко. Отначено совещание. Более того, уже даже в СМИ, коммерсанты появились там наши публикации о вот этой ситуации, потому что никто не может объяснить, почему это происходит, зачем эти решения принимаются, но они очень серьезно ограничивают возможности, поскольку продукция наших предприятий ОПК. А без этого они не идут в СМИ с готовым. Потому что, если ты не можешь продать, зачем заготовывать? И мы можем попасть в такую спираль сложности, потому что нет продаж, не заготовили, не заготовили, продавать нечего и дальше. Поэтому очень надеемся, по нашей информации, на федеральном уровне уже обсуждается вот эта ситуация с ограничением сбыта и на страны таможенного союза и дальше. Очень надеемся, что она оперативно до нового года решится. Потому что сейчас, конечно, это очень сложный фактор и не объясним, не понимаем почему. Жуткая картина, издевательства, слезы наворачиваются. Сейчас я процитировал губернатора, так он написал в своем телеграм-канале, то, что увидел на ферме в Малмышском районе. Напомню, там массово гибнут лошади и коровы. Об этом не только. Во второй части выпуска не переключайтесь. «Ни одно животное умереть больше не должно», заявил губернатор Александр Соколов. В четверг вечером он побывал в хозяйстве Калинина Малмышского района. Ужасающие фотографии с этого хозяйства появились в социальных сетях и в средствах массовой информации. Как написал Соколов в своем телеграм-канале, сотрудники фермы готовились к приезду главы региона, все расчищали и убирали. Соколов пошел в тот корпус, который не успели подготовить к его приезду. Там он увидел трупы коров, которые лежали прямо у стойла. «Нечесанных, истощенных лошадей». Цитата. «Вся скотина в предобморочном состоянии. Видно, что не кормят. Жуткая картина, издевательства. Слезы наворачиваются от такого отношения к животным. Надеюсь, больше никогда не испытать таких впечатлений». Конец цитаты. Спор между арендаторами и представителями конкурсного управления традиционный. Один хитрый, другой жадный. Из-за их упертости творится беспредел. Деньги не могут поделить, а животные погибают без еды и воды. Арендатор взял обязательство купить все поголовье и кормить животных. Конкурсный управляющий экстренно приезжает и оформляет все документы по сделке. Орговыводы по административным лицам последуют позже. «Сколько можно менять руководителей единой управляющей компании?» Задаются вопросом жители дома Новоровского-123. Это уже четвертый по счету директор организации. Сначала убрали Тарасова, потом Подзолкина, Михеева. И вот теперь очередное увольнение. С должности хотят снять Юрия Ипатова. По мнению жителей дома, весьма эффективного управленца. Если вы думаете, что проблема локальная одного дома, отмечу, что нет в ведении УК десятки дворов. Так почему там так часто меняются управленцы? Ульяна Издакова провела свое мини-расследование. Так что, вон, смотрите, ничего не чищено. Вот, вот дорога, это же у нас дорога. Это вот дорога идет. А как скоро эта помощь должна приехать? Никогда такого не было, чтобы после снегопада двор не почистили, возмущается председатель Совета дома Новоровского-123 Нина Морозова. Застопорились и работы по замене оборудования в электрощитках. Проблемы копятся из-за частой смены руководства обслуживающей организации. Уверена Кировчанка. Дом Новоровского-123 находится под контролем единой управляющей компании. Ее директора Юрия Ипатова хотят уволить. Вместо опытного человека, говорит Нина Морозова, глава администрации планирует поставить 23-летнего Кирилла Помилова. Надо, чтобы директор понимал, что такое бухгалтерия, что такое финансовая составляющая. Он должен понимать, из чего состоит дом, как он вообще функционирует. Пока новый директор войдет в этот самый вопрос, поймет, как, чего, пятое, десятое время-то идет. Потом раз прибудет время, опять у нас главу администрацию поменяет. И дальше что? Дальше-то что будет у нас? Мы опять ни туда, ни сюда. Глава администрации скрывать не стал. Он действительно рекомендовал поставить экс-сотрудника Первомайского теруправления на должность директора муниципальной УК. Вячеслав Семаков считает Кирилла Помилова перспективным управленцем, способным вывести единую управляющую компанию из предбанкротного состояния. В плачевном положении организация оказалась в том числе из-за неэффективной работы действующего директора Юрия Ипатова. Проверка деятельности компании выявила системные нарушения. У предприятия арестованы счета, очень большие долги и так далее. Поэтому пока тот анализ, который мы видим, мягко говоря, говорит о том, что деятельность неэффективна предыдущего руководителя. Поэтому нам надо срочно менять ситуацию. Однако сам Юрий Ипатов и о проверке, и о своей потенциальной отставке узнал от сотрудников УК. Сейчас действующий директор муниципальной компании находится на больничном. Документов о назначении Кирилла Помилова новым руководителем он не видел. Не знакомился Ипатов и с результатами аудиторского анализа. Мне сказали, что по результатам аудита что-то там выявлено. Опять же, мне сказали, что... Ну и принято решение о том, что мы с вами расстаемся. Я этих документов не видел. То есть я их запрашивал в администрации города и у своих учредителей. Мне их никто не предоставил. К слову, предшественницами-банкротами единой УК являются УК Ленинского района, УК Ленинского района города Кирова и Центральная коммунальная служба, напомнил депутат Гордумы Денис Ерохин. Четвертую по счету муниципальную УК, уверен чиновник, создали и сейчас банкротят с той же целью, что и три предыдущих. У них учредитель «Спорттовары» и «Гордормострой». То есть они делают управляющие компании, создают, потом эти управляющие компании нарабатывают долги, потом приходят конкурсные управляющие, эти долги учредителям как бы раздает, все выплачивают. И в результате с помощью всех этих управляющих компаний, ну, скоро в городе не останется ни одного муниципального предприятия. Депутат считает, что Кирову вообще не нужна муниципальная управляющая компания. В городе достаточно частных, они и так справятся. Впрочем, жители как минимум 11 домов, в том числе Воровского 123, сдаваться не намерены. Они уже написали групповое заявление на имя главы администрации, губернатора, в прокуратуру и в законодательное собрание с требованием оставить Епатова в кресле директора. Пока ответа нет. Опять метели, опять сугробы во дворах, но не успевают в Кирове оперативно очищать дворы от сугробов. Там после снегопадов продолжают буксовать машины, горожане оказываются по щиколотку в снегу. А соцсети пестрят гневными комментариями. Наш корреспондент Зоя Зотова на этой неделе отправилась в рейд с администрацией города, но сошла с предложенного маршрута и сейчас поделится своими впечатлениями. По адресам улица Кольцова, 10 и 12, шустрый трактор борется с последствиями метелей. Местным жителям повезло, они не столкнутся с привычным зимним сценарием – заснеженным двором после снегопадов. Не исключено, что оперативная очистка этих дворов связана с комиссией, которая приехала сюда с ревизией. Но проверяющие смотрели не только под ноги, но и на крыши. Да, уже очистки крыши. Есть проблемные дома, где постоянно вылазят у нас сосульки, бывают наметы. Потихоньку начинаем очищать кровлю и сбивать сосульки. Пока комиссия осматривала дворы, наша съемочная группа отправилась не по маршруту должностных лиц. А вот на Калинино-40 представители городской администрации появиться не планировали, поэтому придомовая территория выглядит как двор-сугроб. Такой снежный коллапс не первый год, возмущается Элеонора Издакова. Встречным машинам разъехаться просто негде, а об очистке тротуаров речи нет. Приходится протаптывать тропинки, либо идти по колее от машин. С начала этого сезона ни один раз не приезжали и не убирали снег. Так, что за управляющая компания? Безобразие какое-то полнейшее. Ведь мы же отчисления делаем в фонд этой управляющей компании, а она совершенно не обращает внимания на это. Если взять и зайти в первый попавшийся двор, то можно столкнуться со стандартным зимним сценарием. Вот, например, на Казанско-75А придомовая территория просто заснеженная и непроходимая. А это уже нарушение со стороны управляющей компании, говорят специалисты. Стандарты снегоуборки едины для всех. И проверки во дворах продолжатся. В течение шести часов после окончания снегопада управляющими компаниями должна быть начата работа по уборке от снега территории домов. За прошедший день в Октябрьском районе проверено 196 дворов. Всего 15 из них были расчищены снегоналиди и обработаны тротуары. Также в теруправлении напомнили, если ситуация в вашем дворе не меняется, можно сообщить об этом в госжилинспекцию или теруправление своего района. По городу дежурили. Зазотова Никита Луковников. Бюро новостей Давича. Дорого администрации. Обходится нежелание кировчан следовать рекомендациям. Поделились на этой неделе с нами своими переживаниями. Вот, например, во время уборки снега, даже если водитель не нарушил правила, его ласточку придется переставить в другое место силами подрядчика. За это нужно заплатить. В какую сумму бюджету обходится перемещение одной машины, а всех подснежников за сезон, прикинем в следующем материале выпуска. Владелец этой синей ДНК, конечно, правила дорожного движения не нарушил. Он не встал под знак «Остановка запрещена». Однако, такие, как их в народе называют подснежники, зимой мешают уборке и очистке парковок от снега. Многие водители к объявлениям с просьбой переставить машину относятся равнодушно, пожаловались в администрации. Хотя об уборке снега с парковок их предупреждают заранее, за несколько часов, иногда и за сутки. Приходится подрядчикам перемещать автомобили в пределах одного квартала самостоятельно и тратить деньги на эвакуатор. Перепарковка одной легковой машины обходится бюджету в 1250 рублей, грузовой – в 4000. Но мы также понимаем, что это время, чтобы переместить одну машину, вызвать эвакуатор, чтобы это все заактировать, сфотографировать – это время. То есть уборка удлиняется, участков убирается меньше и, соответственно, город наш не такой чистый становится. А вот за эвакуацию этого белого «Лексуса» с улицы Спаской платить придется уже его владельцу. Водитель припарковался под запрещающим знаком. Теперь потратит кругленькую сумму. Штраф в 1500 рублей, столько же за эвакуатор, плюс 60 рублей за каждый час штрафстоянки. И таких нерадивых автолюбителей только за этот год набралось больше 3500, озвучили статистику в ГИБДД. При этом чаще всего транспорт увозят с улиц в историческом центре города. Улицы, как правило, это Орловская, Свободы, Спасская, Карла Липнехта. То есть практически весь центр города. В исключительных случаях это, пожалуй, Солнечный берег. Там в районе Зонального тоже бывают ситуации, когда уборки снега мешают автомобилей. Сообщить о неправильно припаркованном авто кировчане могут по телефону дежурной части. 58-88-88, напомнили в ГИБДД. Тем временем уборка улиц от снега продолжается. Сегодня ночью спецтехника будет работать на Преображенской и Карла Маркса, на участке от Воровского до Комсомольской. Водители – это намек. Ульяна Издакова, Александр Нестеров, Бюро новостей Давича. Такой запомнилась нам уходящая неделя. На этом буду заканчивать. Всем приятных выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова